МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ваша честь, я обращаюсь в суд с иском о разглашении договора совместной собственности и также возврата денежных средств в районе 10 тысяч рублей. Дело обстояло так, что... В каком районе? 10 тысяч рублей. Но вы говорите, в районе 10 тысяч? В каком районе-то? В отношении 10 тысяч рублей. Денежных средств в 10 тысяч рублей. А, понятно. Да. Дело в том, что мы с ответчиком решили завести породистую собачку, Йорка. Ну, всем известно, что это достаточно дорогая порода, и так как мы живем в одном доме, мы решили купить ее на двоих. У меня к вам вопрос. Вы работаете? Да, работаю. Кем? Секретарем. А вы? Тоже работаю. Кем? Менеджером. То есть вы не сидите дома, у вас рабочий день полностью всегда занят. Да, конечно. Мы с ней решили составить договор и, естественно, оформить это у нотариуса. Так как я работаю секретарем в нотариальной конторе, я в курсе, что договоренность лучше составлять в письменном виде. И слава богу, потому что я сегодня этот договор принесла в качестве доказательства. Также юристы мне помогли, когда мы составляли этот договор. Что происходит в день, когда мы собираемся поехать за Йорком? У меня появляются неотложные дела, и я под расписку даю ответчику 10 тысяч рублей. В итоге, эта лохушка, которая нагло меня обманула, покупает вот это чудовище. Французский бульдог. Чудовище, нормальная собака. На московском тищем рынке. Я хотела маленького Йорка, карманную собачку, чтобы покупать и ботиночки, одежды. А зачем вам собака на двоих-то? Как возможно вообще одним животным вдвоем владеть? Это же не скаковой конь, который прибыль должен приносить. Потому что я люблю маленьких собак, и я думала, что у моей, так сказать, подруги тоже вкусно. Но каждая бы могла себе купить собачку. Оказывается, это просто полная лохушка, которую покупает вот это чудовище. А я ей доверяю, я надеялась, что она купит маленького Йорка. Я собиралась с ним по магазинам ходить, друзьям, чтобы не было стыдно показать друзьям. Это вот эти вот собачки, которые ходят в одежде, с бантиками, такие, да, вот эти? Да, да, да. Вот такие вот. Я безумно люблю этих собачек. Я думала, что моя подруга так же любит безумно этих собачек. Зачем на двоих-то? Объясните. Да вы не понимаете, как это удобно. Во-первых, на двоих можно было, это в качестве денег очень выгодно, подружкам показать, чтобы тоже позавидовали мне. В магазин с ней очень удобно сходить. И так же она могла в магазин сходить, так же могла перед подругами похвастаться. А когда неудобно, отдать другой. Почему, когда неудобно отдать другой? Угу. Нет. Попантоваться, а ухаживать, типа, я должен. Даже если попантоваться. Йорк – это моя любимая собака, а не это чудовище, которое ты купила. Ну, хорошо. Хорошо, что дальше-то произошло? Какая-то тупая. Как могла вообще купить это? Тупая, тупая, тупая. Ну, давайте не будем давать преждевременных оценок, а? Да, хорошо, естественно. Когда я увидела это чудовище с большими ушами, глаза на выкате, естественно, меня это не устроило. Ну, большая моя ошибка, что в договоре мы не прописали точную породу, которую хотели купить. Но у меня есть доказательства, так как мы с ней общались по электронной почте, я там указала, как раз таки в день, когда она собиралась поехать покупать собаку, я указала, Йорк, Йорк, а не, так сказать, бульдог. Все понятно. Еще есть какие-нибудь дополнительные доказательства? Отвечек, она предъявляла мне претензии по поводу того, что у нас совместная собственность, и я должна также сидеть с этим чудовищем, заниматься этим чудовищем, понимаете, и как вот с ним можно вообще находиться. То есть, другими словами, ответчик требует, чтобы вы сейчас вкладывали свои средства, время и силы для того, чтобы за этим псом ухаживать. Да, именно, именно. Так она мне, мало того, что она мне должна деньги. Хорошо, я согласилась. Я согласилась, чтобы у меня вот это чудовище немножко обожило дома. Так что делать? Это чудовище сгрызло мои дорогие сапоги, всю комнату разгромило, все подушки просто разгрызло. У бабушки умудрился каким-то образом залезть на стол, съесть шоколадки и лекарства. В итоге нагадила на дорогущий коврик. Так мало того, поначалом храпит, что занавески худуном ходит, вечно воздух портит. Даже сейчас это может, между прочим, сделать, поэтому имейте, что ты улыбаешься. Так обращаться к бабе нормально надо. Ага, тебе приятно вообще с этим стоять? Когда мы отругали этот чудовище. В сумке-то что у вас лежит? Что такое большое? Да, в сумке, вот, пожалуйста, еще, что он сделал? Что он сделал? Мяч футбольный моего брата. Вот, посмотрите, пожалуйста, он разгрыз. Что вот это чудовище сделало вот с этим мячиком? Понимаете? Ну правильно, зубки точил. Зубки точил? Это вообще-то хороший был футбольный мяч, который принадлежал моему... Требуете-то что? А? Ну? Требуете-то что, скажите? Посмотрите, не нужен мне этот мяч. Вы посмотрите, что он делает. Да это же чудовище. Да ладно, требуете что? Скажите мне. Я требую, чтобы мне возместили денежные средства, которые составляют 10 тысяч рублей. Потому что он покусал мою бабушку. Я его боюсь, вы понимаете? Я не могу с ним находиться в одной квартире. Тысячу рублей вы хотите взыскать с ответчика. Именно, именно. Это как раз те деньги, которые вы дали на покупку Йорка. Да, Йорка, а не этого. Всё, достаточно, стойте, молчите. Что скажете? Ваша честь, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я с иском не согласна. Во-вторых, я хочу встречный яйцо подать. Ну отпустите уже пса. Пусть он бегает и грызёт. А, вот мучайся теперь. Ну подпустите, отпустите. Купила этого уродства, теперь мучайся с ним. Ну пусть бегает. Да. Попробуй отобрать яйцо. Значит, я хочу подать встречный иск в размере 8 тысяч рублей на возмещение расходов по содержанию собаки. Вообще, как бы вы понимаете, бульдог и такие собачки, то есть они очень ранимые. Их нельзя ни кричать на них, ни тем более бить, как она сделала. Понятно то, что он ей там набезобразил, отомстил. То есть вы хотите с истца взыскать 8 тысяч рублей в качестве компенсации за содержание собаки. Я так и недавно это чудовище. Вы мне скажите, а за какой период-то? За два месяца, которые собака проживала у меня, поскольку она меня обманула, вообще не стала не содержать собаку. Значит, это в месяц 4 тысячи рублей, да? За два месяца я потратила 16. В месяц 4 тысячи рублей, правильно? Ну, грубо говоря, на двоих. Значит, что вы, сколько вы хотите времени содержать этого пса? Вот купила теперь страдали. А Йорка, между прочим, намного меньше будет средств, чем на эту. Когда я разговариваю, стороны стоят молча. Понятно говорю, нет? Понятно. Итак, что, 4 тысячи рублей ежемесячно будете взимать с истца? Смотрите, вот такая сумма, да? Это на начальном периоде. Бери его, пожалуйста, что это всего за меня? Потому что, когда купили собаку, ему нужно делать прививки, сходить к ветеринару, значит, купить шампуни, комбинезончик, чтобы ему не холодно было, потому что собака породистая. Я вам разве этот вопрос задавал? А вообще, как бы, на корм. А отвечу. Я вам этот вопрос задал. Не каждый месяц 4 тысячи, я вам объясняю, то, что это первоначальные траты. Следующие весь год, допустим, дешевле, это только на корм. И вы придете в суд опять, для взыскивать с истца, да? Нет, почему? Я хочу, чтобы она выполняла свои обязательства по договору. В договоре мы прописали то, что мы несем совместные разводы на пополам. Мы договорились о Йорке, о карманной собачке. Мало того, что мы должны по очереди с ним гулять, а не 3 раза в день я должна гулять с ним и тратить все свое время свободное. Мы должны гулять по очереди, как мы с тобой договаривались. Купила урод, страдайте, перегуляй. Как в договоре написано, мы должны нести совместные... Передайте мне, пожалуйста, их договор. Да, здесь еще, кстати, распечатка. Когда мы с тобой общались по электронке, там написано, что я Йорка хотела. Мы с тобой договорились о Йорке. Есть квитанции, и на покупку собаки, и паспорт медицинский, со всеми ветеринарными прививками. Светчик, скажите мне, почему вы купили на самом деле французского бульдога, а не Йорка? Смотрите, значит... Смотрю, смотрю внимательно и вижу бульдога. А в договоре написано Йорк. В договоре не написано Йорк, в договоре не прописана порода собаки. В договоре написано Йорк, а переписки ваши. В переписке мы думали, как мы договорились, потому что будет собачка маленькая и породистая. Мы решили. А какая именно порода, еще как бы, ну, не в договоре, нигде не обговаривали. Ты дура, что ли? Там написано Йорк. Дай мне сказать, а. Тупая. Когда я приехала на рынок, я посмотрела, там Йорки стоят от 25 тысяч рублей больше. Я стала искать аналогичную породу. То есть собачка мелкая, это считается весом до 15 килограмм. Аналогичная мелкая, лошадь такая. Когда я увидела этого прекрасного пса, то есть... Да, который сейчас разнесет, здесь все, замечательно, даже с ними может справиться. Он просто играет. Да, заметно играется. Так же у меня и поигрался. И я сразу поняла, что это то, что нам нужно. Это, во-первых, маленькая собачка. Свидетели у вас есть какие-нибудь, скажите? Свидетели есть стороны? Свидетели нет. Нет свидетелей? Я разобрался в вашем деле и удаляюсь для того, чтобы принять решение. Прошу всех встать. Я посовещался в совещательной комнате и принял решение на основе внутреннего убеждения и оценки доказательств, что правовых оснований для удовлетворения ни основного иска, ни встречного иска не имеется. Вы, девочки, вместо того, чтобы судиться, занимались бы своей работой и ухаживали бы за детьми, за собаками. Они выясняли отношения между собой в суде, тратя деньги налогоплательщика по ерунде. Я отказываю вам в удовлетворении основного иска, отказываю в удовлетворении встречного иска. Потому что прежде чем принимать какие-либо решения и вступать в гражданские отношения, вы должны помнить, что прежде всего нужно быть добросовестным и разумным. А недобросовестности, неразумности в вашем поведении я не увидел. Окончено слушание дела.